В Москве в Театре Геликон-Опера в рамках Международного Дня Памяти Жертв Холокоста и 71-й годовщины освобождения Красной Армии Конституционного Лагеря Освенцим прошел Большой Мемориальный Вечер-Реквием, организованный правительством Москвы, Российским Еврейским Конгрессом и Центром Холокоста. Мероприятие посетили ветераны войны и бывшие узники лагерей гетто, свидетели тех страшных событий и государственные деятели, дипломаты, деятели культуры, послы, представители еврейских общин. Всемирный День Памяти Жертв Холокоста установлен в день, когда Красная Армия вошла в лагерь смерти Аушвиц. Застало там только несколько тысяч оставшихся живых узников, то есть тех, кого нацисты не смогли угнать. По предложению России это признано Всемирным Днем Памяти Жертв Холокоста. Практически нет еврея в мире, у которого часть семьи, у меня половина семьи, половина семьи моего отца, половина семьи моей мамы погибли в Холокосте. Уничтожены были, убиты, ограблены, убиты, унижены. 71 год назад советские войска освободили Освенцию и не случайно мы чтим и вспоминаем этот день. Я хотел бы напомнить, что Россия и Советский Союз была одним из инициаторов принятия документа в Организации Объединенных Наций, благодаря которому сегодня мы помним миллионы евреев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Наша основная задача перекинуть мостик памяти между предыдущими поколениями и молодыми, чтобы никто не забыл то горе, которое постигла еврейский народ. И наша основная задача, чтобы это никогда, ни при каких условиях не повторилось. Самое главное это помнить. В памяти это будет гарантия того, что это не случится. Надо нам думать, что скоро, к сожалению, уже не будут среди нас те, которые прожили Холокост и выжили это. И тогда будет самый большой наш экзамен. Как все-таки продолжить эту память, чтобы она продолжалась в наших сердцах учить молодежь, что молодежь учила своих детей. Это единственная гарантия того, что это не повторить. Начался вечер с минуты молчания. Идущее мероприятие тележурналист Владислав Лерковский призвал всех собравшихся встать и вспомнить безвинно погибших. Программа вечера объединила в единую термотургическую линию документальную хронику и музыкальные номера, подготовленные солистами, артистами хора и оркестра театра «Геликон-Опера». Фотографии узников, фрагменты фильмов вместе с музыкой сплелись в поразительный спектакль о страшной трагедии XX века, которая унесла жизни многих миллионов людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok